А тут вопрос, сколько сейчас всего математика в мире? Ну, грамотных математиков, с которыми можно о чем-то серьезно говорить, я думаю, что в мире в районе 10 тысяч. Моя цель, ну такая, по порядку. Явно не 100 тысяч, но явно больше 1000. И пояс, что в России? Порядка нескольких сотен, да, я думаю, что каждый 30-й примерно. А в США-то на сколько? В США довольно много, но это как бы понятно, это не американцы. Довольно много их, собственно, наше. Это русские, китайцы? Ну, вообще, если честно, я думаю, что каждый 10-й математик говорит по-русски. Сейчас нападите, просто далеко не все находятся в России. Так, я предлагаю начать, потому что время поздно. Ну да, да, ну вопросы потом все будут, в смысле ответы. Так, вам интересно, я фломастер это взял или нет? Я их взял с собой в Иркутск специально, чтобы они были. Не похоже мне, но черный. Черный неинтересно. Ура! Хе-хе! У нас есть 4 красивых цветных фломастера. Вот таких вот. Вот. А я люблю писать цветные фломастерами. Значит, друзья, я назвал лекцию действительно как-то завихватски. Вот, что нового в математике. Разумеется, надо немножко сделать, да, еще раз, из трех частей, да, состоит. Вот, первая часть, это лекция, небольшая лекция про то, что нового в математике. То есть про 2017 год, ну и как бы некоторые состояния. Я бы сказал так. Это о состоянии нескольких знаменитых задач. Будем так говорить. То, что в математике нового, наверное, очень много. Вот предыдущая лекция вся была тоже про то, что нового в математике. Вот, и как бы фактически я просто продолжу из некоторого раздела, вот, который скорее связан там, ну, больше с комбинаторной геометрией, с теорией чисел, в общем, ну, как бы с некоторым отдельным разделом математики, моим любимым, двумя моими любимыми разделами. Вот, ну, не считая теории, которая, как бы, профессиональная любовь, это немножко другое. Вот, ну, а потом, значит, я расскажу пару слов про книгу, про ее историю создания и так далее. И затем, значит, книга, Серег, я правильно понимаю, что это не все, которые есть здесь? Или все? Которые приехали по той посылке, все. Все, да? Да. А, так. А, нет, а предыдущая посылка, это хранится? А, хранится, да. То мы всем пошлем в эту самую, на Байкальский центр тренинга, где лежит стокник. Ну, и, кстати, всех, кто сегодня не пришел, тоже пошлем туда. Ну, я думаю, может, мы все-таки всем хватит из того, что лежит здесь, будем надеяться. Вот, а потом я покажу фотографии из Чечни, расскажу про Чечню и отвечу на вопросы. В процессе рассказа вы похватаете, ну, пока вы будете настраивать эту самую, я туда седу, все возьмут книги отсюда, а потом я их подпишу, вот. Ну, вот, значит, итак, про какие задачи я бы хотел рассказать. Про те, которые, ну, как-то меня долгое время интересовали, и про отдельные истории, которые просто, ну, настолько удивительны, что не укладываются в голове. Значит, есть такая знаменитая задача. Остроугольные треугольники. Треугольники Данцера Грюнбаума. Ну, это типа середина, там, ну, скажем так, примерно середина 20-го века. Довольно много задач комбинаторной геометрии сформулировано как раз в 20-м веке, и тут есть центральный имя Пол Эрдыш. И там, это довольно сильно венгерская такая тема, то есть очень много венгров там трудились, но и в советской тоже математикой очень много народу этим занималось. И они как бы, они подкупают очевидностью формулировки, такой совершенной простотой. Например, сколько точек можно расположить на, ну, начнем с плоскости. Сколько точек можно расположить на плоскости, чтобы любой треугольник, который образует три, некоторые три из них, ну, произвольные три из них, был остроугольный. Ответ? На плоскости. Сколько точек? Остроугольные. Да. Чтобы получится заорать три, вот. И правильно получится. Потому что четвертый не положится. Никак, да, не вставишь. Ну, давайте, в качестве домашнего задания, да, что любые четыре точки на плоскости обладают тем свойством, что некоторые три из них образуют тупоугольный треугольник, либо прямоугольный треугольник. Нет этой три. Поэтому, если задача состоит в том, чтобы расположить четыре точки, что любые три из них составляют остроугольный треугольник, то на плоскости уже вы это не делаете. Так и напишем, значит, там, f от двух, ну, f от один не имеет смысла, задача, там нет треугольников, f от двух, размерность этой задачи равна треугольникам. Вот, максимальная. Вопрос, чем равна f от трех? Сколько точек в пространстве можно расположить? Вот, я хочу сказать следующее. Я сейчас ответ не скажу. Я хочу заметить, что он не очевиден уже. Четыре понятно, совершенно очевидно, что можно, да? А вот там, как с пятью, вы можете придумать? Если вы можете пятую солнце, а шестую? Судить или нет? Давайте, я просто оставлю это как интрига. Я скажу следующее. Ну, да, наверное, да. Да, вопрос. Дальше, вот это уже, кажется, точного ответа и нет. Ну, по крайней мере, если для четырех есть, так, проверишь, да? Пробьешь? То уже, как бы, для следующих, для пять, для шесть. Значит, что такое комбинаторная геометрия? Вы берете какую-нибудь задачу, которую очень легко увидеть. Увидеть в пространстве, например, да? Или на плоскости, тем более. И говорить, а что будет с ней в н-мянном пространстве, при растущем n особенно. Такие задачи обычно, как бы, мышление, которое воспитывается решением таких задач, похоже на те навыки, которые нужны для решения сегодняшних компьютерных задач большой сложности. Поэтому комбинаторная геометрия, такая красивая, отвлеченная наука, на самом деле, чрезвычайно практически важна. То есть люди с этими навыками, они там, ну, потом разбираются в очень сложных алгоритмах, идут в Яндекс, работает там целый отдел есть из комбинаторных геометров. Вот. То есть это, как бы, такая вот странная область, которая вроде как отвлеченная, но на самом деле, понимаете, большие размеры сейчас везде. Вы там записали данные о каждом лице на Земле, и у вас, как бы, набор соответствующих данных лежит в пространстве всех наборов. Ну, что такое пространство всех наборов? Ну, там, вот, мерное пространство, да? И вам нужно изучить расстояние, там, между такими данными и такими данными. Политику оцифровывают, там, социологию все оцифровывают. И все это оцифровывание происходит в очень многомерных пространствах. Нужно уметь в них думать, то есть представлять себе какие-то образы в них довольно сложно, потому что, ну, как бы, мы все-таки многомерные, ну, что такое многомерные, точка многомерные? Ну, просто векторы, там, 100-кординат для нас. Ну, к сожалению, мы это не видим. Но вот есть среди нас такие, которые это видят. Сейчас я про это расскажу. Итак, комбинаторная геометрия, это такая вот задача, какая-то похожая, при н стремиться к бесконечности, то есть при росте разметности. Вот типичная комбинаторно-геометрическая задача, это каков рост вот этой величины, как она устроена, и f от n, в зависимости от n. То есть, если мне дали 100-мерное пространство, то сколько примерно точек туда влезет так, чтобы любая тройка образовывала страугольный треугольник? Вот такой вопрос. Какая должна быть здесь 7-точка? И эта задача где-то вот, ну, середины века. Последняя нормальная оценка была у Эрдыша в 60-каком-то году. И она была такая. n в степени 1,1 или что-то в этом духе. То есть, это все-таки, это все-таки у нас, сейчас прошу прощения, не так совсем, а наоборот. Наоборот, да. Это экспонента. И она была вот с таким основанием. Ну, таким, знаете, довольно медленно. То есть, там, ну, в сотой размерности, конечно, уже начинаются, там, какие-то реально большие числа. Но только в сотой. И понятно, что, ну, реально, если тут еще какая-то константа приписана, да, то работать это начинает только примерно, там, тысяча, может быть, 10 тысяч. Потому что до этого как бы дают какую-то глупость, там, до этого, что, 20 или 30. Ясно, что. Ну, при 100 даст тебе 100. А реально, ну, стомерно, ясно, что можно гораздо больше насосовать. Ну, примерно вот такая оценка была примерно в 60-м году. В 65-м. Это оценка откуда? Ну, это ядерше. Нет, снизу, снизу, да? Да, это оценка вот такая. То есть, вот, стойко можно. Обычно тут, как бы, обычно в таких задачах полезны даже совершенно юристические соображения о том, сколько можно напихать, уже это важно для алгоритма. Вы пишите какие-то алгоритмы, если у вас есть вот такое, вы можете там некий алгоритм, просто какой-то скорость уже гарантированно работает. Но желательно что-то большее. И вот, значит, в 2017-м году неожиданно на конференции, большой конференции в Фистехе, на которую съехались все комбинаторные геометры мира, главные, кто смог, выходит Рогородский и говорит, у меня для вас сюрприз. Вот, пожалуйста. Выходит школьник 179-й школы. Десятиклассник причем. Сейчас он в 11-м классе. И говорит, я доказал, что ФН больше или равно корень из буквы. Чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего. Школьник 179-й школы города Москва на двух страницах, на двух страницах доказал, что есть более точная оценка, гораздо более серьезная. ну там все сидят он рассказывает он рассказал это за полминуты или за минуту там это самые ребята все эти семи редик сейчас прямо текст в самый первый журнал в мире завтра будет публикация приходит он завтра и говорит вы знаете я поправил n число фибоначчи за последнюю ночь он константу 1.4 заменил на 1.6 две статьи Райгоровский сказал что он принес эту оценку на следующий день на ту же конференцию можно уточнить конечно ну в общем вроде так он сказал что это была забавнейшая история что когда подребывался вот он сказал сейчас будет текст а вместо текста принес число фибоначчи первая оценка была в сириосе сделала на сириосе вот это да а вторая уже может быть на конференции так вот наверное ну как вот на конференции то есть он показал корень из двух сириусовский на конференции ему сказали писать текст а у нас лишние приносит ободачки ну да 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 и сделал фиа потом вроде там говорят говорят что надо икс и икс еще лучше потом чуть-чуть я не знаю точно не чуть-чуть а два в степени а уже два в степени нет да а ну и даже не чуть-чуть но надо сказать что вот это вот это это настолько вот невероятно понимаете как вот ну при нас происходит чудеса на свете вот самые настоящие значит вот это одно из чудес то есть он видит в многомерном пространстве видит вот просто как-то смотрит и видит он ко мне подошел на школе и городского последний и спросил существует ли характер четвертого порядка а у которого там нет некоторые условия на неравенство на некоторых значениях в общем я совершенно не мог сразу на это ответить я спросил зачем это тебе ну сам по себе факт что он знает характер десятого класса знаменательный вот ну ладно как бы это понятно он действительно и знает но как без этого было на это тоже наверное не выдумал без хорошего знания математики в 10 классе школы но факт тот что значит оказывается что эта оценка ему была нужна чтобы какой-то там гипер гипер граф там представить в виде разбиение на полный а какой не-не-не-не-не-не-не-не при каких условиях там полный граф разбирает разбивается на полные четыре графа в общем какая-то такая тоже такая задача он ее свел просто к задаче о характерах на коммунитативных группах ну и в общем это совершенно феноменальный товарищ который уже в школе перерос олимпиады и занимается просто наукой до этого у него была статья про раскраски тоже которую я лицензировал на каком-то конкурсе школьных работ а как фамилия? Захаров слишком частая фамилия к сожалению это самое если бы у него была какая-нибудь там фамилия фамилия не собственная ну да фамилия такая не собственная ну Дмитрий если что Дмитрий Дмитрий Захаров 179 школа и вот такая вот история следующая история задача о полосках да полоски значит давайте я сразу перейду к точной формулировке там целая история есть задача о полосках разных ширины от Тарского еще идет сразу ее сформулирую в том виде в котором она нам понадобится в 1973 году значит этот самый как же его фамилия-то Тош Шерш господи Тош Тош какая-то в общем такая тоже пенгенгерская фамилия высказал следующую гипотезу но вот пока я двумерным рисую вот у меня есть полосочка которая центрирована вот так будем ее ширину мерить вот в этом углу вот этот угол как бы будет ну или вот этот угол да будет задавать да ее ширину вот от омега да вот предположим что набор полосок разной такой вот ширины омега-1 омега-2 и так далее покрывает всю окружность видите здесь параллельные да да то есть внутренность берем внутренность не в смысле что да 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 это параллельные прямые да они центрированные а центрированные важно что центрированные здесь целый ряд задач часть из них не решена до сих пор а вот я хочу сразу рассказать про ту которая только что решена вот прям только 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 с иголочкой значит вот полосочки опустить они покрывают сферу доказать что суммарные суммарные ширина в терминах этих углов больше пи ну на круге каждый из вас докажет то есть вот если берется двумерная задача да n равно 2 тогда сумма вот этих омега-1 должна быть больше пи ну то есть на самом деле это что означает что можно их заменить на одну такую жирную полосу такую ширины как раз пи ровно пи да то есть грубо говоря если есть задача покрыть окружность полосками вот у вас есть как бы белый лист бумаги один да и вам нужно как угодно его нарезать как угодно и цель только такая покрыть круг чтобы ни одна точка круга не была видна ответ элементарный ответ если ширина больше чем значит ширина этого круга да ну и еще дополнительное условие да что нужно класть инцентрировано значит если ширина большая то не надо резать вы их колонете и она покрывает если меньше невозможно сделать это никак никаких способов разбить на какое-либо конечно ну и как бы понятно что про n равно 2 тут нечего делать а вот начиная с n равно 3 это был знак вопроса с 1973 года то есть с годом его рождения и в 2017 году а полоски в трехмерном это уже не полоски да это разумеется эти самые по русски следует плоскости без каких а не плоскости 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 да 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 хочу сказать что очень правильный вопрос и это один из ответов на второй ответ пока еще ответа нет ой на второй на процединдор процединдор ответа еще нет это неизвестно ну а что есть значит ответ значит допустим берем n равно 3 у нас есть шарик да как мы его его имеем право вот у нас есть бревно бесконечная обе стороны как у математика водится во все стороны бесконечно бревно что такое бесконечное бревно это просто ну полоска пространства между двумя параллельными плоскостями да и все вы можете у вас есть где-то как она называется вот это вот она так едет и режет циркулярка нет циркулярка циркулярка ну бенза наверное вот и вы можете отрезать параллельно то есть вы можете бесконечно вязать но только на бесконечности ну как бы нет такая бесконечная во всех сторон циркулярная пива циркулярка для математиков вот и она может у вас эту зону просто напараллельные произвольно я хочу и вы можете вот этот шарик на ваша цель попрыть шар полностью да правило что все они должны угол вот тоже как бы угол я хочу сказать сразу намеренно хочу сказать не вдаваясь в дальнейшем хочу сказать что вокруг этой задачи крутится еще куча комбинаторная задача которые не решены часть решены уже давно часть еще не решены конкретную гипотезу этого самого тот ферри что я просто не знаю произносить а в 2017 году доказал наш полянский и одновременно или вместе с ним здесь вместе до сяну что ли кажется это было вижу были независимы а здесь на 10 наш вместе вот я из израиля почему-то видимо приехал туда работать лично русская фамилия в израиле живет а полянские за московской федерин и они доказали что не только вырвали полностью задачи решили полностью при любом да я при любой размерности шар до нервной в этой размерности если покрыть полосками соответствующим образом построенными то их суммарные углы до равны не не меньше чем и ну то есть это означает что вы как бы гадать ничего перед не надо если ваша доска позволяет покрыть вот так по ширине то сразу покрывает а если не позволяет они сколько не берите ничего не выйдет и очень такое изящное решение вполне школьная я начал разбираться немножко в нем вижу что но задача разобраться прямо задач на полке то есть опять ситуация когда 45 лет прошло задачу решили причем решили так что можно очень легко понять это решение у меня есть некоторый прогноз прогноз такой что 21 века комбинаторной геометрии но сложности вычислений само собой это понятно тоже связано с компьютерами и с алгоритмами но вот в математике чистый это век комбинаторной геометрии то есть будут задачи отсюда попадать часть старинных задач будет решено сейчас я приведу некоторую еще одну интересную прости во всей математике но вам как бы дать им найти а теперь все таки я центральные для всей математики задачами станут задачи комбинаторной геометрии я просто к ним высыпаются и оптимизационный потому что как бы оптимизационный алгоритм сейчас что это такое много-много размерностей и нужно что-то хитро хитро умно придумать да и обычно это хитро умная придумка тоже высыпается сюда же виде задачи многомерной геометрии как что где расположить что-то увидеть вот мне мне так кажется мне кажется что там самое движу ну там вообще движуха на конференции она пропорционально конечно спиртного выбиваемого на конференции движуха в данной области математики пропорционально количество спиртова вырывается на следующей конференции если много значит там жизнь идет если на конференциях происходит много веселухи такое чисто искренне веселухи да значит в этой науке идет жизнь а если там уже как-то так это самое но чувствуется что вот слишком серьезно зачем сами там там трубы в пенчаках заметьте я сказал не пьющий человек да абсолютно нет я говорю веселье веселье относится и ко мне тоже вот так что вот такие вот две задачи значит теперь еще несколько рассказал что нового что новый что старого есть задача про замощение про него рассказывал еще два года назад здесь же да какие пятиугольные плитки годны для замощения всей плоскости экземпляра но в общем пятиугольники да это на экспериментально решать значит два года назад весь комбинаторный мир облетела открытие нового пятнадцати пятиугольника пятнадцатого 2015 году пятнадцатого пятиугольника спустя 30 лет нового вида пятнадцатого пятиугольника то есть конкретного совершенно четко зафиксированным ну как бы всем соотношением сторон угол экземплярами которого ну вот как бы копиями можно замостить чуку 1 15 до его на диване не снимает не сгибаем да неизвестное замощение которое построено на его основе является не значит спустя два года в семнадцатом году как вы думаете что произошло два нет родилась новое доказательство того что больше нет вот в этом году летом опубликовано француз мишель рау опубликовал полное доказательство утверждается того что других нет но дело в том что в этом месте наука кто немножко с ней знакомился претерпевал очень странные вещи начиная со столетней давности и по 1985 год 5 или 6 раз было опубликовано очередное доказательство что пятиугольников ровно там одиннадцать ровно двенадцать и так далее и тут же выдумывался новый и долгое время выдумывала американская домохозяйка я даже не знаю сейчас она еще жива или нет но вроде жива но последнюю она последний выдумал 85 году а пятнадцатом году уже не она там какой-то компьютерный перевод но вот сейчас вышло доказательство чрезвычайно сложные переборные я не знаю в каком она находится в статусе то есть я я не могу сейчас я сам его не читал не осуждаю но проверить не могу поэтому есть вот тут как бы статус вопроса знак вопроса здесь в таком же статусе находится доказательство которое опубликовано кажется в начале семнадцатого и в конце шестнадцатого года 1617 о несуществовании пифагорова бруса это волшебная пифагорова комната что за волшебная пифагорова комната это у которой целыми числами являются все три стороны все три диагонали и главное да который идет из угла в угол комнаты чтобы все семьи чисел были целыми числами это знаменитая задача давным-давно сформулированная якобы есть доказательство не существует дело в том что с тех пор она не очень длинная и с тех пор я не слышал ничего подтверждающего от математического мира я подозреваю что она была неверно но пока тоже я напишу что это знак вопроса но самое любопытное вам острова наконец в декабре семнадцатого года сети распространилась 400 страничная статья с жуткой математикой мне она тоже пришла как одному из любителей математических загадок один мой друг ниже много людей он не прислал внимание эта статья будет опубликована восемнадцатом году в реферированном журнале и называется доказательство гипотезы амбц непонятно ни одного слова значка меня 400 страниц текста в котором я не могу прочесть ни один прагмент нигде не думайте что я там любой стекловский там товарищ конечно прочтет то есть это не то что я здесь не мерила но все-таки все-таки я там золо второго курса в димальском знаю хорошо до второго курса гипотезы но вот я ничего вообще не понимаю просто ни одного слова на этом слышно как тут все люди которые понимают этот текст значит это длинная история это называется статья так доказательство мыши зуки и кодезы а в.с. а автор не машизуки машизуки его в тринадцатом году объявил и пару лет а он как бы ну было и было себе да и никто его не читал от 1000 страниц было а потом началась движуха появился во первых иван песенка наш который с ним имел какие-то беседы еще несколько человек они провели целый ряд семинаров и вот уже осенью когда мы беседовали в нижнем новгороде с товарищем которым не это прислал юрий баевский такой организатор то фестиваля науки очень живой чувак очень такой подвижный и активный и он мне сказал как как алексей на самом деле ты говоришь алексей что она гипотезы так она на самом деле же теорема не говорят вот они они там у себя на форму говорят что все показано и ну я как бы говорю ну не знаю мало таких но вот сейчас вышло бы конкретный просто текст это статья будет журнале то есть ее якобы проверил уже много народов но последствия для теорий чисел невозможно переоценить но это как-то не знаю и вот забыться следующее я прошу прощения у тех кто был два года назад на лекции значит пусть а плюс b равно c прямо вот так вот да пусть а плюс b равно c а b c взаимно простые попарно попарно взаимно простые целые числа ну положительные натуральные числа попарно взаимно простые пусть а плюс b равно c тогда тогда верно следующее что c меньше или равно значит шестой но там нет не так я сейчас скажу 1 плюс эпсиона в общем 2 или 1 плюс эпсиона но давайте так немножко пока квадрат возведенное здесь здесь идет здесь написано произведение всех простых делителей делителей одного из них то есть ну ну скажем так числа а b c так как а b c взаимно просто попарно то наборы простых делителей вот здесь здесь и здесь не пересекаются свалим их все в один котел и перемножим и возведем в квадрат оказывается что тогда c всегда меньше или равно это квадрата есть более усиленная форма она звучит так ну точнее немножко измененная что вот это произведение надо произвести в степени один плюс эпсиона всего лишь и тогда нужно заменить слово всегда на слово почти всегда то есть иными словами до формулировка которая сейчас является общепринятой она такая для любого эпсиона множество решений вот такого вот неравенства будет обязательно конечно вот в этих условиях то есть то что конечное количество c просто меньше или равно всего произведения этого я не слышал то есть если здесь поставить один я не знаю точно если так в таком виде гипотеза b c но для любого эпсиона если поставлю хотя бы маленькую степень а вот для этого просто утверждается что просто всегда вот любые три и если а плюс b равно c то как бы они имеют существенно разные если подумать а значит они имеют существенно разные простые делители но вот как бы там их их не так не правильно сказал существенно простые дети это очень они раскладываются довольно существенно произведение простых то есть не встречается слишком много пакетных простых каких-то степенях чтобы противоречить его вот этому утверждению если бы здесь было мало c было бы большое и здесь было бы мало всего то есть в а в и в c где-то там по крайней мере в каких-то из мест было бы слишком много в каких-то очень больших степенях и тогда бы это противоречило ну а наверное если если будет минут терпения то я из этого выведу великую терема фирма секундочку да вот прям так вот возьму и выведу да прям здесь велика терема фирма а пусть она не верна пусть а в ный плюс б в ный равно c в ный а можно считать без ограничения общности а в c по парам взаимопросты ну понятно потому что если есть какое-то решение то можно сократить его на все простые какие есть и видно что после этого уже если у двух есть простой делитель то и третьего есть на самом деле просто сокращение будет по парам взаимностям значит ну тогда применимо гипотеза в цель можно писать что цель в ный меньше или равно чего ну например квадрату произведения простых выражений а в ный б в ный цель в ный но дело в том что у числа а в ный б в ный цель в ный такие же как такие же простые как у числа в цель правда конечно простые в а в цель дальше это понятно не больше чем само число то в произведении простых числе да не больше чем само число до 2 степени могут появиться они только учат поэтому это меньше равно bc в квадрате другой стороны тут понятно значит из этого разница что цепочка и бы поэтому это меньше или равно c даже меньше строго чем c в кубе квадрате то есть 6 поэтому терема фирма надо проверять только прием меньше 6 то есть из гипотезы а в цель и что терема фирма может быть только при этом меньше 6 примерно честерна известно ровно 200 лет назад еще 820 году доказали случайно работать до этого еще или н равно 3 потом чуть-чуть поправили ошибку и сам фирма и на в общем вот таким образом из гипотезы а в цель следует велико терема фирма одним движением пальцев но на самом деле это далеко не единственное что из нее следует с гипотезы а в цель следует огромное количество аргематических утверждений вообще но если вот это все окажется верным теория чисел у некоторых страниц этих чисел просто будет перевернута просто взятого так и перевернута думаешь еще пару примеров ну пару примеров вот например смотрите давайте я приведу один пример он такой красивый очень красивый пример он выглядит так 11 в квадрате плюс 2 в квадрате равно 5 в кубе не правда ли это правда значит должно быть что 5 в кубе меньше или равно произведения простых в этих наборах ну то есть самих этих чисел потому что они все простые ну в степени что ну вот один можно поставить 2 или 1 плюс эпсилон как хотите вот один поставить нельзя потому что здесь 125 а здесь 110 конечно вот при двойке все отлично при 1 плюс эпсилон ну как бы да вот этот пример да при достаточно малых эпсилон уже будет противоречить поэтому он будет один из вот этих конечного количество примеров которые будут противоречить гипотезы ну и что а какая разница я же взял разложения неважно совершенно да те же самые простые значит гипотеза билла это обобщение велик теорем фирма следующем виде если x ватой плюс y в этой равно z в цепле то кажется так да мы естественно их и взяли на росте а то кажется так там будет либо а b c равно 2 ну да меньше ну меньше двух интересно естественно а то есть либо а b c равно 2 и когда у нас понятно целая серия либо что-то в таком духе что y равно единице x равно двойке и равно c а равно тройке и равно z то есть на самом деле здесь написано 2 в кубе плюс 1 равно 3 квадрата то есть если x ватой плюс y в этой равно z в цепле то на самом деле написано 2 в кубе плюс 1 равно 3 квадрата то есть это единственное единственное решение этого уравнения в шестерке чисел x, y, z, a, b, c в которых a, b, c все не меньше двойки и хотя бы одно больше двойки а то знаете у меня такой вообще про фирматистов отдельная история был звонок однажды такой телефонный звонок мы там грузимся куда-то в воскресенье с семьей ездил куда-то и кэрздец телефон сказал алексей владимирович и с придыханием алексей владимирович мне срочно простите что я вас отвлекаю в воскресенье дело в том что я решил путь зубила я говорю в чем уже состоит ваше решение я нашел потерянечие смотрите как оно выглядит 2 в восьмой плюс 2 в восьмой равно восемь вот вам смешно а я таких звонков и писем получаю тонны просто ты понимаешь что если взять ручку и вывести число восемь с этим может справиться первоклассник значит число простое 2 и 2 конечно взаимно 2 и 2 очень просто ну ладно у меня есть у меня копится набор фирматистских писем по просьбе Севы Воронова я их стал копить так вот меня гневно стирал а Сева попросил копить у меня уже некоторая копилка есть там первых просто звездных первых понимаете я когда-нибудь возьму их и нагло опубликую например во втором издании вот этой книге ну что наверное можно потихоньку книги переходить да спасибо представляете раздел да письма фирматистов не надо не надо а где а нет тоже японец какой то то есть он видимо как бы друг этого чувака вот такой как бы друг умеющий писать а тот умеет соответственно думать ну вот я не знаю я уже я уже не знаю что думать до какого момента я говорил что вздор всегда всем когда говорили что есть доказательства потом Юра Боярский сказал говорит не вздорно Юра хорошо понимает математику вполне нормально да ну по крайней мере на нашем вот этом популяризма на таком же как и я же и науку какого он сейчас утверждает что вот и его друзья говорят что там доказательства есть ну вот посмотрим что будем посмотреть ну если в журнале то это уже серьезно это не просто так журнале просто так не в общем-то не берут ну вот значит моя популистско-просветительская деятельность наконец закон ой популярия я неправильно сказал да если спросить стекловки то так и скажут да конечно наша популяризаторско-просветительская деятельность к некоторой вехе пришла эта веха называется математика для гуманитария у меня был целый ряд лекций во-первых у меня были курсы лекций которые на видео лежат а во-вторых вообще по стране и даже за пределами как так называемой большой россии как я называю территорию русского языка я ездил с лекциями популярными математика и жизнь математика вокруг нас там математика простым языком и так далее и довольно много сюжетов штук сто вот собрал вот такую книгу мне помогли у меня на самом деле в этой книге должно быть семь а не один автор но шесть настолько скромны что они не посчитали значит возможно поэтому получается что я бы сказал что под редакцию саватеева на самом деле но мне очень много помогали очень то есть этот текст был положен в видео это самое видео вот эти видео лекции были перевожены в общем предисловие об этом все написано вот и сейчас как бы нашелся еще такой мне всегда спрашивают кому кому она нужна вот кто ее будет читать значит у меня есть целый ряд таких портретов людей которые читают во-первых я читаю бизнесмены на досуге вот это просто я могу сказать что уже там штук 20 бизнесменов мне писала с благодарностью там они ее читают на досуге они как бы смотрят лекции мои на досуге они читают то есть это это первое то есть это как я думаю зачем вам это да они говорят ну как ну просто у меня же нужно голову я часто попадаю в ситуации когда мне головой нужно думать ну как бы это как раз про то как думать головой я и учусь как думать головой огромное спасибо тебе вот потом есть категория родители среднеклассников это люди которые внезапно обнаружили что не могут отвечать на вопросы пытливых школьников занимающихся на кружках либо вот у меня в интернете есть так называемый стол урок математики они не очень простые но как бы я считаю что их где-то процентов 5 школьников наших может быть даже 10 понять состояние но когда вот какой-нибудь школьник который вдруг он понял что он в состоянии их понять он начинает их понимать и начинает звать папу и маму а папа и маму уже нифига не понимают то есть он уже в пятом он там еще в пятом шестом классе а папа и маму все время говорят не знаю вот что-то вообще какие-то да мы такого не помним да мы такого не учили и вот я говорю это книга для вас у нас такой простой лозунг в отличие от времен СССР сейчас ребенок на вас это такой очевидный принцип сегодняшнего дня то есть социальная ткань мира такова что сейчас ребенок полностью на включении родителей а в школе он родится в камере хранения это правило поэтому так сказать если вы хотите чтобы ваш школьник это самое да серьезно то вы ему показываете ну вы естественно в кружках участвуете в интернете куча бесплатных гекций лежит но вы часто не можете ему помогать это я сейчас родителям обращаюсь и вот если кто-то такое чувствует или бабушкам кстати бабушки дедушки очень активно у них очень много есть пример ну и потом сами школьники как бы сами школьники не обязательно гуманитарии на самом деле это название немножко обманывает это математика не для гуманитариев это для тех гуманитариев которые хотят расширить свой интеллектуальный горизонт это пожалуйста но есть люди которые открывают ее читают и говорят нужно там как-то понять что-то неохота не очень мотивируя себя ладно это не для меня ну то есть такое тоже бывает ну бывает ничего страшного но тут есть два отзыва это отзывы гуманитариев Любжин и Волков люди очень известны из своей области Любжин это филолог классик он в нашем университете пожарского там это самое руководитель отделения вот единство оставшегося рабочего отделения это там где латыни древнегреческие ученики он ее прочел и он ее прорабатывал то есть ему было трудно но он эту дорогу прошел ну и историк Волков тоже тот самый библиографист русской империи служил от людей русской империи он тоже ее прочел он был одним из рецензентов которые вынесли монетарной части вот значит теперь я сейчас буду показывать фотки про чечню я скажу про книгу значит книгу эту надо взять все кто еще не взял взять все кто имеет возможность подтвердить на будущие тиражи таким образом уже выпущено четыре тысячи книг по этой схеме то есть издательство сказало что у него крайне плохо берут в магазинах она лежит она ездит как бы за мной я прочел лекцию она разлетается я прочел она разлетается она не говорит ну хорошо ты и занимайся этим тогда ты заказывай будущие тиражи собирай на них и так далее схема одна и та же распространяется книга как только собирается на следующий тираж и эти кончаются я тут же в типографии у меня следующий тираж показывают уже четыре раза так было когда филатов летом сказал что до зимы надо пять тысяч экземпляров распространить я над ним посмеялся и и был неправ почти почти так как он сказал и было жалко его сейчас нет он сейчас летит на самолете да 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 из Владивостока летит да 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 из Владивостока летит вот так что вот такие дела книга при желании пожертвования не больше 500 рублей можно 200-300 ну кто сколько может столько и кладет совершенно кто хочет просто подарю без проблем в майкот привез это самое там стол с лишним экземпляров было и две трети я раздавил там очень ну как бы низкие зарплаты гораздо ниже чем в Иркутске вот и вообще где бы то ни было где я еще был и две трети раздавил но все равно там кто сколько мог кидал все нормально все как бы все зачтется будущие тиражи будут так что вот и я после этого всем напишу вот